Добрый день! Вот материал на немецком языке. Кратко прокомментируйте, пожалуйста, что, о чем говорится в этих материалах. Ну, я коротко расскажу небольшую историю. Это съемки немецкого канала «Эр-Дыры», который позвонил к нам и обратился с помощью рассказать о нашей деятельности. Их очень оправдывало, с одной стороны, что в Германии есть люди, которые оказывают помощь тем, которые нуждаются. Вот так, коммунитарно. То есть это выглядело на самом деле, начинало вот так вот. Я им дал интервью на ШОП, они очень долго это не уговаривали, полчаса мы с ним разговаривали, как минимум. Вчера вышла эта программа с таким подтекстом, что мы, Европиан фронт, здесь, в Германии, оказываем помощь, но она в кавычках в форме. Они это не утверждают, но они это, как бы, презентуют именно так, что в форме происходит конкретная помощь. То есть гуманитарная помощь, которую мы собираем здесь, в Германии, идет в гуманитарный батальон Новороссии Екатерины Губаревой, да? Что Екатерина Губарева по приказу Игоря Ивановича Стрелкова имеет, как бы, те же реквизиты, которые мы на своем сайте выложили, и на которые люди могут послать деньги, да? Что мы сотрудничаем с ополчением, оказываем там всяческую помощь, и начинают за уши притягивать те моменты, что, вот видите, там есть Николай Штирлиц, да, которого все видели там на Раш-Студей, вот, что он в ополчении, он из Германии, есть еще ряд товарищей, которые есть из Германии. То есть все то, что они с благими, якобы, намерениями хотели показать, они показывают с той точки зрения, что это сепаратизм, это, там, пятая колонна, ну, пятая колонна, здесь, изнутри, в Германии, подрываем их, якобы, там, немецкое общество. На самом деле это все не так, это чушь и вранье. Я не считаю, что паберсы, оправленные в Ростов, да, как-то могут помочь ополчению. Или детское питание, или бутылочки, там, с молоком, да? Ну, да. И нам, по большому счету, все равно, кому достанется эта помощь, да, ополчению, обычным людям, да, которые гибнут, страдают, которым нужна помощь, ну, вот, та, которая есть, да. Мы то, что можем, то делаем. А немецкие СМИ, как всегда, они берут с мотна голову, ну, это аналог украинских СМИ, он всем известен. Поэтому, ну, мы постараемся это видео, когда оно в Ютубе появится, я думаю, что канал ВРД, они все-таки его выложат в Ютуб, мы его переведем корректно, поставим субтитры, и, чтобы уже была полная картинка, она очень интересная, ну, уже это вам передадим, вы уже тогда сможете и посмотреть, послушать и, соответственно, сдевать свои выводы. Ну, по этому моменту еще хочу добавить, что это послужило, послужило очень в хорошем смысле, сделало огромную поддержку, да, среди тех людей, которые окружают в Германии. Потому что сегодня нам порядка, я не знаю, 50-60 званков, где люди выражали свою поддержку и благодарили за то, что мы есть, за то, что мы делаем, за то, что им понятна ситуация, да, что это все пропаганда немецких СМИ, что это не так, как они это преподносят. Хотя очень, как бы, приятно находиться в одном строю, скажем так, с такими людьми, как Катя Губарева, Игорь Иванович Стрелков. В принципе, я, как бы, ну, наверное, рад. Наверное, рад этому. Вадим, тут вот какая ситуация разворачивается. Ну, во-первых, украинские СМИ сейчас занялись тотальной фальсификацией следующего. Они фальсифицируют и оправдываются в ходе этой фальсификации по вопросам насильственной мобилизации среди украинского населения. Действительно, огромное количество фактов, когда жителей Донбасса насильно сгоняют, как скот, одевают на них форму и отправляют воевать со своими земляками. Действительно, огромное количество фактов, когда студентов насильно забирают из одесских вузов, из других каких-то вузов. Действительно, на Западной Украине в села опустили, мужчины прячутся в лесах до тех пор, пока не закончится мобилизация. Люди реально не хотят идти умирать и убивать других. Плюс те женщины, которые сегодня не хотят, чтобы их сыновья продолжали гибнуть, и те женщины, чьи сыновья могут быть призваны насильственно, они перекрывают дороги, они блокируют военные комиссариаты, они жгут призывные свидетельства. Вот их сейчас украинская власть ни много ни мало всех записала в агенты Путина, в шпионы и в сотрудников федерального ФСБ. То есть, фактически, это все сотрудники российских спецслужб, тысячи и тысячи людей, которые не хотят убивать, не хотят умирать сами. Вот это один момент. И второй момент, на который стоит обратить внимание. Если вы просматривали наши эфиры, то в течение двух месяцев мы с военным экспертом Жилиным Александром Ивановичем постоянно говорили, что случится провокация, что, возможно, собьют российский самолет. Но мы предполагали, что украинцы попытаются сбить российский. Но был сбит малазийский Боинг, который загнали специально над территорией, где ведется война. После того, как это не сработало, мы опять-таки говорили, что следующее преступление, следующая провокация может быть намного страшнее. И вот я бы о чем хотел вас попросить. Бить во все колокола и объяснять гражданам Германии, что украинская хунта и ее американские руководители для того, чтобы заставить в третий раз за сто лет воевать, к слову, русских и немцев, сегодня могут пойти даже на террористические акты от имени ополчения Донбасса, в том числе и на территории Германии. Это может быть на футбольных матчах, это может быть в метро, где угодно. Сейчас первый вариант, который рассматривается уже буквально, как время пошло, и это может случиться очень быстро, это то, что уже стоят ракетные комплексы «Точка-У», готовые нанести удар по очистным сооружениям Донецка. Они выжидают виднорозу ветров, потому что если попадут, там огромное количество хлора, очень много. Если этот хлор попадет куда не надо, и это облако может накрыть как Россию, пойти на пограничные области России, так может пойти и в сторону Европы. А хлор – это достаточно опасное соединение, которое, наверное, вы знаете, что происходит с людьми. То есть, отек легких и смерть от удушия моментальная. Кстати, в Одессе, в Доме профсоюзов, именно хлором убивали наших товарищей. Это уже известно, уже доказано. Единственное, что об этом громко никто не говорит. Естественно, МВД Украины это сдерживает. Поэтому вот к вам огромная просьба. Освещайте, пожалуйста, это. Освещайте то, что американцы и их украинские служки могут пойти на любые самые страшные провокации, могут сделать все, что угодно. Единственная задача для них сейчас – это, во-первых, чтобы Российская Федерация включилась в войну активно своей армией, и чтобы европейские страны выступили единым фронтом как члены НАТО против России, обозвав Россию агрессором. Вы видите прекрасно, что ни президент России, ни правительство Российской Федерации не хотят вводить войска и не хотят воевать, пытаясь все-таки прекратить кровопролитие на Донбассе. Да, это все видно. Мы со своей стороны сделаем все, что можем. То есть пытаемся делать, делаем. Мы пошли дальше того, что мы смогли. Мы отправили своего журналистов на Донбасс, который все это своими глазами видел. Тем более у немцев всегда доверие больше к немцам. И так как гражданин Германии видел все это своими глазами, снял массу видеофильмов и с места крушения Боинга и видел, как доставляется гуманитарная помощь своими глазами и прочие-прочие моменты. Мы сейчас готовим большой фильм на немецком языке, в котором вот эту ситуацию, о которой вы говорите, именно с позиции гражданина Германии, именно с позиции немца, коренного немца, это будет фильм об этом. Это будет очень здорово. И, Вадим, пожалуйста, расскажите, вот вы совсем кратко обошли буквально, только просто показали, ну, эфир вот этот описали, что немецкое телевидение говорило. А фактически вот те действия, которые производит ваш фронт, что вы конкретно делаете, какие мероприятия, чтобы люди знали, понимали, брали с вас пример, как надо работать в Европе, потому что и в Испании, и в Италии, и в других странах люди тоже создают европейские антифашистские фронты. Ну, смотрите, мы оказываем гуманитарную медицинскую помощь, да, собираем ее, отправляем сейчас вот посылками, потому что у нас вопрос с доставкой массово не решен до сих пор, да, бьем во все инстанции колокола, пишем письма, уже написали, я даже, наверное, затрудняюсь сказать, кому мы не написали, а кому написали, вот, ну, в принципе, и Путину Владимиру Владимировичу писали, и Дмитрию Анатольевичу Медведеву, и в Минздрав, и в МЧС, но все на имя минуты, да, вот пока у нас, к сожалению, нет конкретики. Мы добились только того, что наш груз все-таки на территории Германии признают гуманитарным, если та госслужба, она не в санкционном списке Европейского Союза. Вот с такой оговорочкой. Понятно, понятно. Скажите, о... Поддержка жителей Европы, именно о ситуации на Донбассе, как она корректно происходит, ну, как корректно, как она в действительности происходит. Скажите, пожалуйста, Вадим, а мероприятия, пикеты, раздача каких-то листовочных материалов практикуются вашей, вот, группой Европейский фронт? Европейский фронт во Франции очень активен в плане митингов, они постоянно участвуют у нас, такие, скажем, подготовленные девушки, которые могут и выступить, и сказать, и заклеить, если вы видели на посольстве, Украины, да, в Париже, повесить флаг Новороссии, то есть это вот такие акции, которые уже, в принципе, и вы освещали, и видел, наверное, весь русскоязычный интернет, и не только. В Германии мы, к сожалению, не можем позволить себе ездить на какие-то митинги, да, потому что нет времени, нет времени, физически не хватает, и я со своей стороны считаю, что митинги здесь, в Германии, они проходят только, ну, могут служить только рекламой для чего-то, да, а, скажем так, привезти массово, порядка 10-20 тысяч человек, это нужно, ну, чуть-чуть, наверное, больше поработать в этом случае. Конечно, конечно. Это организация очень больших групп людей, объединенных одной целью, одной идеей, это ясно. Сто человек ничего не решит, Сергей, просто сто человек вывести – это не проблема, но сто человек будут стоять, петь песни, не знаю, Катюша, там, что угодно, рассказывать друг другу, делиться впечатлениями, но это закончится в своем кругу, просто будет большинство людей проходить мимо. Когда они видят картинку, они больше реагируют, нежели, если ты стоишь в Ветербурге. Ясно, ясно. Ну, я понимаю, что Европейский фронт – это не только Магдебург, вы сотрудничаете и с французскими, и с другими товарищами, которые вместе выступают единым Европейским фронтом против неонацизма. В щеляде в каждой стране, кроме Ватикана, есть Европейский фронт. Прекрасно. Вадим, спасибо вам огромное. Ждем от вас сюжетов с переводом, с субтитрами на русский язык, потому что жители Донбасса, которые смотрят наши эфиры, им, конечно, хочется понимать, что происходит, о чем говорит мир, как мир и Европа обсуждают происходящее на земле Новороссии. Ну, а вам желаем успехов, желаем, чтобы ваша деятельность приносила только положительный результат. И спасибо вам, и низкий поклон от тех, кто сегодня и с оружием в руках, и безоружные в подвалах ночует, днюет под обстрелами украинских военных. Спасибо. Спасибо большое, Сергей. Да, всего доброго. И Новороссия, огромный-огромный привет из Европы. Спасибо большое. Всего доброго. До свидания. До свидания. С нами по скайпу из Магдебурга был Вадим Кузьмин, руководитель местного отделения Европейского фронта. Как видите, наших людей достаточно много везде. Они активны, они понимают, что такое неонацизм, что такое фашизм. Очень жаль, что на территории оставшейся у Украины под контролем очень мало людей понимает смыслы, понимает, что такое фашизм. А вот, скажем, русские люди, живущие в Германии, знают, они общаются с немцами. Немцам до сих пор стыдно за то, что их предки совершили в Европе. Всего вам доброго. Скоро увидимся. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok